Теперь программу «Лаврские встречи» с отцом Анатолием Першиным, которая выходит в эфире нашего канала, можно смотреть не только по телевидению. Выпуски отныне доступны и на дисках. Автор программы, отец Анатолий, презентовал их на выставке «Православная Русь», прошедшей в Санкт-Петербурге. Выставка «Православная Русь» — это еще и площадка для творческих, талантливых людей, которым есть что спеть, сказать, исполнить. Такой же площадкой стала и программа «Лаврские встречи». Каждую неделю отец Анатолий в эфире телеканала «Союз» представляет новых музыкантов. Для них это возможность встретиться со своей аудиторией. Отец Анатолий — он и плотник, и столер, и водитель, и юрист, как и любой сельский священник, который строит храм. А еще батюшка отлично играет блюз, потому что в прошлом он рок-музыкант. Долго он не брал в руки гитару и не писал новых песен. А год назад на телеканале «Союз» начал вести программу «Лаврские встречи с отцом Анатолием Першиным». За это время вышло более 40 выпусков. На огонек свечи к нему приходят люди, своим искусством славящие Бога, что подвигает самого отца Анатолия снова творить. Я вот сам стал сейчас писать много песен, стихов. То есть вот тот талант, который я зарывал, он сейчас у меня раскрывается. И это очень хорошее состояние. Я прям уже начинаю ощущать свою жизнь как служение действительно. Потому что это, вот это то, что я делаю, это один из способов миссионерства. Как говорят герои программы, музыканты, авторы-исполнители, их главная задача – привести в конечном итоге человека к молитве, помочь ему быть ближе к Богу. Научи меня молиться, чтобы стал так легко. Белой птицей устремиться через воды облаком. Гостями вечера стали священник Андрей Гуров и певица Сюзанна Суханова. Последняя, будучи по происхождению армянкой, любит исполнять русские романсы. Но душа попросила обратиться к истокам – старинной духовной армянской музыки. Я увидела отца Анатолия в интернете. Мне очень захотелось ему написать, так как он музыкант, играет на гитаре. Ну и просто вот сердце отозвалось. Я написала, и удивительно, что вот с такой открытой душой человек, он просто отозвался, он ответил мне. И я знаю очень многих музыкантов, которые прямо просят меня сейчас, чтобы я их познакомила с отцом Анатолием, чтобы они могли тоже участвовать у него в передаче «Лаврские встречи». На выставке отец Анатолий представил три диска с записями своей программы. А 30 октября в музее Достоевского пройдет авторский вечер отца Анатолия, на котором батюшка представит свой первый официальный диск «Как хочется чистоты». 19 старых и новых песен священник с Божьей помощью записал буквально за пару часов. Зато получилось искренне и живо. «Как хочется чистоты, как хочется простоты, как хочется тепла, как хочется добрых снов, как хочется светлых снов, как хочется, чтобы любовь была». Продолжение следует...